Чё думаете, чё там с Украиной, да когда вы замеритесь? Сколько вы воевать-то будете? Слушай, ничего себе у тебя вопроса. Ну, наверное, не скоро, лет через 10, наверное. А чё так? А где армия-то ваша? На месте стоит, везде. На Украине там у нас, господи, прости, добровольцы домобилизованные, которые обычная армия, как бы все здесь. Где все? Где здесь? Ну, в Сибири у нас, то есть у нас только 41-я вообще войсковая армия, вот эти, которые отважные, так называемые, которые, блин, горское золотое брали, которые остановили вот этот вот в Харьковской области прорыв с Лапиным. Вот сейчас Андрей Мордвичев взял Авдеевку, как бы, то есть там только, условно говоря, там 60 тысяч, как бы, и все. А остальные все здесь. Где здесь? Я вот к другу приезжал в Московскую область, мы там, он военнослужащий, мы с ним проехали, Кантемировская дивизия пустая, Таманская дивизия пустая, 45-й там, бригада ВТВ пустая. Все боевые части, да. А зачем вы нанимаете мобиков, чмобиков, или как они называются, контрактников, если у вас есть регулярная армия, а что они не воюют-то? Или она, или она, или она вся уже передохла в 22-м году в Украине? Регулярная? Нет, все регулярная, вся здесь, все нормально. Где они? Здесь все части пустые. В Калининград мы с ним летали, из Калининграда Пудин всех выгреб. Че? Тихоокеанский флот там воюет. Все боевые части находятся в Украине. Это группировка В, группировка В-155-я, одна, одна бригада Тихоокеанского флота 155-я. Ну а че, а че они еще не могут сделать? Почему ни один областной центр не захватили за третий год войны? Нахрена нам областной центр захватывать? Как нахрена? Путин по конституции присоединил Запорожскую и Херсонскую область. В областных центрах Херсон, Запорожье находятся бандеры. Зачем, зачем спешить? Мы сначала их всех убьем, и все, как бы. Да вы не можете. В пустой городе идем. Что не можем? Ну, не можете просто. Победа достается в наступлении, а вы не можете. Во всем мире увидели, что российские войска небоеспособны. Не могут выполнить боевую задачу. Ни одну. Вот третий год войны. Подождите секунду. Что-то я не могу понять. Как Шульчат не могут выполнить боевую задачу? Ну, смотри, Путин перед наступлением, точнее, когда вторгся в Украину, он сказал, демилитаризация и динафикация. Помощь Донецку и Луганску. Что, хоть одна задача выполнена, но третий год войны идет. Донецк не обстреливают, все уже. Конечно. Как-то не обстреливают. И Луганск обстреливают, и Донецк обстреливают. Белгородскую область обстреливают, Брянскую область обстреливают, и Курскую область обстреливают. Вот это помог. ну а чё но где армия-то российская где-то там из сибири где русский медведь где русский медведи это палкой потыкать хочешь так он уже дохлый он путин походу мертвел отравил его как навального вы знаете это самое я вам хочу сказать что конец путина только у вас во рту может быть нет причем конец я-то понимаю что ты там ему лижешь там яйца раз ты такой за путина нет а ты мне расскажи где вот этот чувак путин сидит 25 лет у власти почему он не построил боеспособную тормози тормози какие 25 лет у власти он сидит ну когда он пришел в конце 99 года него в конце 99 года был исполняющий обязанности потом 3 марта его вы исполняющая обязанность это уже значит ну исполняющая обязанность до этого был премьер-министр 24 года что-то докапываешь по факту гитлер армию построил за три года гитлер и захватил всю европу это 25 лет сидит у власти авдеевкой хвастаются тебе не стыдно пригород донецка пригород донецка воюют за пушку леса деревню и рассказывать что у них там армия вот не влез бы путин в украину все бы думали что россия это там нахрен за полез если не можете ничего слушая почему хохлы в шереметьево так хотят к нам тут если у нас армии больше нету я не знаю что у нас хохлы очень сильно хотят попасть в россию единственный способ попасть сейчас это через шереметьево и что там толпа и толпа самолетами привозят из турции есть украинцы который родину защищает а это продажные хохлы не знаю может к родственникам а как украинцы защищают свою родину на них напали вы кстати зачем на украину напали вы завтра на украину напали завтра на беларусь нападете а чё вы же постоянно нападаете постоянно нападать туда грузию напали абхазию осетию там оккупировали сейчас сирию не забудь сирию не забудь говорю усилий детей там бомбили зачем 24 года власть он сделал хорошего скажи для русских смех без причины признак дурайчин эти вопроса что путин сделал хорошего давай самый популярный ответ вот самый популярный ответ когда вот меня спрашивают на это давай вот самый популярный ответ крымский мост хочу это дает живешь в сибири он на временную оккупированную территорию провел этот мост тебе от этого чё так я туда езжу отдыхать на машине а раньше ты не мог ездить а раньше мог только на пароме долго нет а вот вообще когда путин крым не украл украины не мог то есть по внутреннему паспорту слушай нет по внутреннему нет у меня друг из подмосковья у него жена ну как бы жена ну и дети двое детей у него двое детей осматиков и он каждый каждый лето возил их в этот как у в крым садились вдвоем по внутреннему паспорту ездили и и цены там три раза были ниже чем московские а сейчас там цены такие как в москве зато зато по москве едете как москве на что что покупают там что есть ну туда человек приезжает на курорт он приезжает чё он там покупает ну я не знаю там черешню фигешню ну какой-то такие вот вещи такие раньше там было раньше там гривна была люди с рублями приезжали меняли все было в два в три раза дешевле вот таким себя чувствовали а сейчас в крыму цены больше и чё и чё что мост есть слушай я теперь я теперь в киргизию езжу там цены вот теперь тоже в три раза дешевле все нормально вам долго я так и понял вам только в киргизию все это россия страна страна изгой киргизы к вам переселяются путин занимается уничтожением коренных народов россии завозят сюда мигра завозят в россию мигрантов таджиков до киргизов кто к вам кроме этих ездит еще а чё не так что ли веки еще и казахи узбеки уже даже перестали ездить и казахи тем более перестали ездить и казахи тем более не ездят узбеков сейчас настройки можно заработать такие же деньги уже узбеки перестали киргизы таджики а коренные народы россии ваньков русских собрать собирают и украину они там пачками дохнут бесславно как дворняжки на чужой земле на чужой земле можно еще и таджики воюют у нас там еще таджики воюют ну кто там воюет 2-3 человека в основном там русские ваньки подыхают не ну вот смотри путин так россию поднял с что что 200 тысяч 200 тысяч для 200 тысяч для среднестатистического среднестатистического русского это бешеные деньги а нашлись чтобы поехали и сдохли там на гражданке платил причем тут на гражданке платил не могу понять не ну вот люди получают 40 тысяч в регионах люди получают в регионах 40 тысяч почему он 200 тысяч не платил людям а когда надо ехать страну разрушать города убивать людей он эти деньги платит слышишь меня я говорю я 40 тысяч 2008 году пока получал не ну я не знаю как насчет а сколько получать лучше но больше сотки ну поэтому ты сидишь на своей странной кухне бухаешь а те которые получают 40 тысяч 40 тысяч они вам для них это 200 тысяч бешеные деньги они собрались да поехали сдохли в украину ночью не так что слушай а чё тогда каждый месяц по 10 тысяч туда записываться если они там все дохнут потому что для я тебе объясняю потому что для людей это бешеные деньги дураки слушай ну так тогда те вопросы зачем ты тогда на свою работу ходишь и найди себе работу за 200 тысяч все я тебе объясняю что путин почему-то людям людям в россии не плачет деньги а чтобы они поехали бесславно сдохли он на деньги нашел то есть деньги в бюджете есть помнишь он кстати говорил он пенсионный возраст поднял такая ситуация сейчас денег тип нет на пенсию пенсионный возраст понимать так получается деньги были получается у нас в очередной раз обманул на войну он уже триллионы туда в хреначил в эту войну он мог вам снизить пенсионный возраст на 5 лет он вам его повысил слушай так мы поддерживаем все тут елки-палки кто все у нас знаешь сколько волонтеров туда ездит еще до ездит если бы вы ездили в военкомат записывались а путин сейчас платит в московской области миллион семьсот за контракт а почему он платит за миллион семьсот потому что никто ехать не хочет все закончились дураки в россии везде разные зарплаты давай начнем с этого это очень мало это очень мало в коме и в сургуте платят по 5 чё по 5 миллионов кому за заключение контракта да хватит это придумать больше всего больше всего платит миллион семьсот московскую область полтора миллиона платит татарстан остальные все еще меньше платье но начиналось то когда начинал с двухсот тысяч ну я имею ввиду 200 тысяч тебе сразу платят и 200 тысяч ежемесячно а сейчас подняли а сейчас подняли до полутора миллионов а почему подняли потому что никто ехать не хочет никто ехать не хочет но по 10 тысяч записываются да добро ну это тебе говорят понимаешь но если бы записывались если бы записывались никто бы не поднимал до полутора миллиона в каждом регионе есть свой добровольческий отряд понимаешь да каждый регион курирует свой добровольческий отряд знаешь сколько у нас конкурс чтобы попасть я знаю этот конкурс я знаю что в татарстане сейчас платят если ты друга или знакомого приведешь тебе 100 тысяч платят приведи другого знакомого или родственника приведешь что ты сейчас татарстане всех алкашей в военкоматы сдадут вот это я знаю как бутылки сдают только если там очередь если там такая очередь зачем людям деньги-то платят что ты мне рассказываешь ты че мне горбатого-то лепишь полгода назад полгода назад 500 тысяч платили в начале 200 тысяч платили а сейчас платят миллион семьсот а сейчас платят миллион семьсот потому что не идут ни хрена никто ты он сидишь и хрен тебя заставят да тебе сколько не заблати ты не поедешь конкурс один человек на место ты меня услышишь где один человек хочу везде рекламка висит и миллион семьсот платят вот висит реклама люди приходят в чем проблема реклама где-то когда мне объясняют зачем тогда такие большие деньги сразу сразу в чем проблему это они должны давать там взят что туда поехать ну как бы нет выбирают работодатель министерства обороны у меня у меня знакомый я начал с самого начала военнослужащий вот когда они в сирию ездили в сирию ездили они платили высшему руководству чтобы туда отправили потому что они там деньги зарабатывали а когда они их в украину отправили они заплатили бабки чтобы их комиссовали потому что это сирия ливия по сравнению с украиной это это жопа поэтому они платили день чтобы они поехали чтобы они поехали а когда в сирию они платили бабки чтобы поехать чтобы их заработать вот как это работает чё ты мне здесь лепишь на горбатую сидит там не рассказывать я прекрасно понимаю что ты сидишь тут за эту войну за путина но если ты за путина езжай в донецк помоги там я съездил я ездил чё ты гонишь когда ты и двадцать втором году летом когда этом что когда даты тебе сказать вот какой ну 7 с 5 по 7 июля 2022 года я был в донецке с 5 по 7 июля 2022 года я гуманитарку привез а чё ты перестал гуманитарку возить они посылают других посылают так ты вон форму одень бронежилет и пола помоги тебе в первом же штурме убьют сожгут тебе беспилотники украинские я знаешь знаешь поэтому ты сидишь на кухне не дергаешься помощничек диванный рэмбо сидит тут помощник очкошник типичный а мне вот люди благодарны были что я привез они живы или сдохли уже там бесславно как двормежки эти люди сомневаюсь что они живы в двадцать втором году воевал путин уже армию поменял ты знаешь где регулярно будет на армии ты говоришь и и нету там она сдохла в двадцать втором году сдохла вся и сейчас воюет там чмобики и контрактники регулярно армии дом передохла и вот эти чмоги какие контрактики половина в аду уже а половина на дороге в ад вот где они да Но они лучшие в Аду Лучшие В Аду там лучше к нему Там черки В Аду черки Ну ты в рай точно не попадешь Ты что ешь в квартире А я людей не ездил Не убивал в чужую страну Не принесал Горе не приносил Горе не приносил Понимаешь, не разрушал города Что ты говоришь Бедных украинчиков защищаешь А нет, подожди Куда приходят так называемые защитники Там кровь льется рекой В Украине Куда они не дошли, люди живут нормально А как? Рассказать тебе как? Как? А при мне прилетел снаряд в Донецк И девчонку разорвало Девчонке 9 лет С бабушкой шла на тренировку А вот скажи Пока туда террористы не зашли Без шевронов В Донецк прилетали что-нибудь? А? Подожди, при чем тут террористы Без шевронов? А при всем Террористы захватили город Донецк В 14-м году Устроили кровавую ругенровку А до этого русских убивали в Украине? Пока туда не пришли вооруженные люди С территории Российской Федерации Так у нас ведь еще раз говорю В 94-м году Пока хохлы в Чечню не пришли Там русских никто не убивал Так это хохлы террористы Чеченцы там вас перерезали Убивали А какие там украинцы-то были? Билый, слышал такую фамилию? Не слышал Сашко Билый И что? Сколько его там? 10 человек их было? 10 человек вас убивало? 10 человек Сашко Белого у вас всех перебили, да? Так что ли получается? Нет Я тебе просто говорю Кто первый глава ДНР? Все, что делается в Донецке Это организовано москалями Кто? Первый глава ДНР Кто? Бородай Московская прописка Первый министр обороны ДНР Кто? Гиркин Московская прописка Поэтому они и пришли И все это устроили А в Чечне сами чеченцы восстали Да-да-да Если бы мы денег и оружие не дали Ты знаешь, я тебе сказал Смех без причины Это признак дурачины Ты дурак типичный, блядь Иди соси хуй у Кадырова Вы там у Кадырова сосете обычно Иди соси Понятный, блядь За такого, ребят, лайк Лайк за такого